Всем привет, меня зовут Евгений Круглов, я свой свидетель компании «Аполло». Обычно все знают нашего самого главного и харизматичного кофаундера Анатолия Шельфулина, но по реальным обстоятельствам нереально непреодолимой силы он никак не смог выбраться из Финляндии, приехать сюда в Санкт-Петербург, хотя это очень близко, поэтому я за него. Традиционный характерчик, кто знает про компанию «Аполло»? Отлично. Ну, тогда первый парус с вами, мы в пробежим очень быстро. Так, стоп. Ну, если очень коротко, компания «Аполло» — это сервис для мобильных разработчиков. Мы помогаем собирать данные из AppStore, и на самом деле не только из AppStore, и всю эту информацию отправляем нашим пользователям через различные каналы. Таким образом, мы помогаем им управлять их бизнес-процессами после запуска приложений в AppStore. Мы с самого начала бизнес-сормируем себя как классический стартап — СААС. Специально для этого мы пошли в ФИИ и попали в один из их наборов, вы являетесь их выпускниками. Потом точно так же специально попали в стартап-сауну, и, собственно, со стартап-сауну началось наше победное шествие по миру. Эх, вам не видно, но поверьте мне, это карта мира. И вот эти многочисленные точки — это наши пользователи. Карта предоставлена замечательным сервисам интерком. И вот здесь слева немножко замечательных логотипов тех компаний, с которыми мы работаем. Собственно, вот как мы дошли до этого я и хочу рассказать. Перед этим еще хочу немножко подваспываться метриками. В 2015 году, когда мы запустились, у нас было совсем немного клиентов. В 2016 нам их стало побольше, и сейчас их еще больше, и мы надеемся всех победить. Это как бы наша гордость, а теперь немножко самобичевание и фейлов. Собственно, мне кажется, самое интересное, о чем можно рассказать, когда делишься собственным опытом. В 2015 году мы запустились в Россию. Лендинг, правда, был на английском, но для наглядности я выбрал лендинг на русском. И мы попали в фри. Это был такой хороший опыт. На самом деле очень важно, если, опять же, давайте интерактив, кто знает, что такое фри, что такое фри. А вы разделяете фри фонд и фри акселератор. Ага, меньше рук. Ну вот это очень важно. То есть важно понимать, что есть два разных фри, есть фри акселератор. Мы очень довольны тем, что мы попали в фри акселератор. И есть фри фонд, с которым нас сейчас общение объединяет. И у нас, на самом деле, очень мало опыта. Работать с ним ничего не могу сказать. Хороший этот фонд и плохой. Мы с ними просуществовали вместе всего три месяца. Но самое важное, это то, что, несмотря ни на что-то, что у нас были только российские клиенты, а мы с самого первого дня, с самого первого момента заявляли о себе как международной компанией, говорили, что мы будем завоевывать мир и мы обязательно всех победим. И для этого, как я вам сказал, мы перевели сайт на английский язык. И это реально не работает. То есть нельзя стать международной компанией, просто переведя сайт на русский язык. И это будем делать еще и потому, что мы перевели сайт на английский язык, не на русский, а на английский язык, на domini.ru. Не делайте так никогда. Если вы собираетесь завоевывать международный рынок, выберите себя на малии с самого начала. В общем, с маркетингом у нас было, мягко говоря, не очень. И чтобы как-то не преодолеть, мы пошли в стартап-сауму. И самое первое, чему мы научились в стартап-сауме, это мы поняли, что все, кому мы рассказывали о себе, не понимаем, чем мы занимаемся. А мы всем говорили, что мы сервис конкурентная аналитика. И все такие, что такое конкурентная аналитика? Что вообще? О чем? О чем нахуй? И это было, на самом деле, самым большим, самым важным уроком, который мы извлекли после акселерации стартов-сорогий. Мы научились говорить о себе на английском языке. И самое главное, мы перестали говорить, что мы сервис на аналитике, стали говорить, что мы сервис на мониторинге. И это был плечевым, таким, переломным моментом, что нам нужно этого плана спозиционировать себя для международных клиентов. Дальше, собственно говоря, уже начался настоящий маркетинг, когда мы поняли, что нам надо попадать в каталоги, рекомендательные сервисы и так далее, и я сейчас об этом скажу чуть подробнее. Итак, немножко оборудование про позиционирование я только что сказал. Учитесь, если вы собираетесь гранить международный рынок, учитесь рассказывать о себе по-английски, быстро. Реально Eleanor Beach придумали не просто так. Эта штука работает, сколько я всегда помню, где бы я ни был, за границей, когда я тебя спрашиваю, что ты делаешь, у тебя реальность 30 секунд, чтобы рассказать, что ты делаешь, чтобы сохранить внимание человека. Если ты можешь это сделать, мы на самом деле сейчас 30 секунд не упадываемся, у нас где-то полторы две минуты, то есть там есть куда стремиться. Это очень правильно. Так что тренируйтесь, тренируйтесь еще раз, тренируйтесь. Второе. Это большая боль, наша самая, наверное, большая боль в процессе. Мы подключили Wallet One, и Wallet One нам сказали, ребята, мы будем процессить все карточки по всему миру, беспокойтесь, мы сейчас быстро станете международной компанией. И у нас было примерно 100% фейлов по всем платежам за границей. Мы так подумали, наверное, делаем что-то не то. Кинули клич, нам сказали, ребята, Wallet One вообще не мод, мод на Cloud Payments. Мы сказали, сейчас мы вам подключим процессы международные, мы сейчас станем международной компанией, и вы будете процессить карточки по всему миру. И у нас примерно 100% фейлов. И тема такая, что не умеют наши банки отечественные процессы эти международные карточки. Они просят 3D Secure, и не в этом мире никто не пользуется практически 3D Secure. Американские банки, когда видят узкий процессинг, просто только блокируют карточку, потому что они считают, что это фронт, и сейчас вас уже украли, и в багажнике везут туда. И все это, в общем, не работает чуть более, чем никак. Возможно, что-то, то есть мой опыт 2015-2016 года, может быть, что-то поменялось, но, насколько ясно, ничего не поменялось. Нет, карточка поменялась, просто непонятно, почему вы выбирали клиент, не затестили, как бы раз. Затестили, по тестам все, ну, лично у нас не было в тот момент американских карточек. Тестили мы на живых клиентах, это самый оптимальный тест. Но это неважно, ну, а что, в бой, и в бою вам расскажут о том, что у вас деньги не работают. Но и суть. Суть в том, что по нормальным процессинам мы получили до вторняка, когда стали финской компанией, и подключили страйф. Со страйфом у нас примерно 99% успеха, и 1%, когда у клиентов нет денег на карточке, на заблоку. Вот, это очень больно, потому что смотришь ошибку, не хватает 15 долларов, нет у человека на карточке, это, конечно, неприятно. И чуть-чуть про PayPal. PayPal был нашим переходным звеном. PayPal работает, но с нюансами. Надо пройти примерно 10 тысяч проверок. Сначала как физическое лицо, потом как теоретическое лицо. Потом они накладывают ограничения, наоборот, по твоему кошельку, блокируют тебя. И, ну, в общем, это тоже мне очень приятно. Хотя, в целом, PayPal работает, поэтому я не могу сказать, что они прям очень плохи. Но в нашем случае они не сработали так, как на того бы хотелось. И надо понимать, что у PayPal, на самом деле, есть сейчас собственный субпродукт, который называется Brain3, если я не ошибаюсь. И это типа конкурент страйпа. Тоже очень модно, очень стартапно. Но мы не пользовались, поэтому не могу не рекомендовать, ни портать. Но, страйф, прикольная тема, конечно, рекомендую. Следующий наш PayPal был связан с политиками безопасности международных компаний. Тут тоже такой интересный нюанс. Наверняка, если кто-то из вас работал с крупными клиентами, знает, что если с какой-нибудь банк подключаешь, то приходит такой бывший офицер службы госбезопасности, который просит тебя предоставить примерно 30 тысяч документов, начиная от устава компании зачем-то, заканчивая выписками и различными другими налоговыми декларациями, что ты не судим, что у тебя родственники не за границей. Ну, в общем, довольно специфические у них требования. И я, ну, это не первый раз, когда я работал за границей, я был в абсолютной уверенности, что иностранцы не страдают от такого рода фигня, и там вообще, говорят, все легко. Но оказалось, что это не так. Ну, во-первых, номер domain.ru я вам уже сказал, забудьте, пожалуйста, пожалуйста. Хороший номер, у нас он есть до сих пор, у нас там русская версия сайта, но к международному рынку он не подходит, там просто не понимают, что это такое. Мы зарегистрировали domain.io, и это, в принципе, неплохой вариант. domain.compus очень дорогой. Второе, ну, точнее, не второе, а второе, с чем мы столкнулись, это HTTPS. Если ты работаешь более-менее серьезным клиентом, их служба безопасности говорит, как так вы не поддерживаете HTTPS, как бы это же вроде как бы очевидно, и нет. И реально они могут заблокировать вам, заблокироваться тем, кто, собственно, непосредственно хочет с вами пользоваться, вас как услугу, как партнера, потому что у вас нет минимального набора для безопасности сервиса. И для нас это была реально большая проблема. Год мы страдали, прежде чем наконец-то смогли добавлять HTTPS-настройки. Мы просто руки не доходили, на самом деле. Так как процент клиентов, которые отваливались на это был не очень высокий, но примерно один из 30 клиентов, тем не менее, обращал на это внимание, и это было, ну, влияло на принятие решения. И следующее, на самом деле, самое главное, это Terms and Policy. На это обращают внимание вообще все. Причем, парадоксально то, что они их читают. И я надумал, просто все ставят галочку, и никто никогда их не раскрывает. Они их читают. И это, ну, как сказать, они читают их юристами, они присылают комментарии и спрашивают, а вот почему ваши полиси не совпадают с полиси Google Play или App Store, и не нарушаете ли вы их? И вообще как там быть? Потому что мы сейчас начнем вами пользоваться, и окажется, что мы преступники. И приходят с объяснением, что нет, мы не преступники, мы не преступники, и у нас все хорошо. И у нас сейчас на сайте там 4 или 5 редакции этих Terms and Policy, потому что каждый новый клиент, который просчитал его, и которому что-то не понравилось, он выдает нам свои комментарии, и мы их реально исправляем, внедряем. И это требует, на самом деле, постоянного мониторинга. Потому что сервис поменялся, мы сейчас добавили возможность отвечать на отзывы пользователей, и оказалось, что нам надо соответственно быть in compliance. соответствовать требованиям App Store, которые разработчиков тоже требуют и разглашения каких-то данных. Ну, в общем, там есть нюансы. Я не буду сейчас подробно о них останавливаться, но, в общем, это важно. И четвертое – это партнерство. Вот мы с этим, естественно, партнеров выходили на мир. Как вы думаете? Ну, 20 отбода не было, вот так, можно закрыть его. Но первые две компании, на самом деле, никому не были известны вообще никак. И у нас там был еще кто-то в самом начале. И это, на самом деле, тоже Epic Fail, потому что, как оказалось, когда только начинаешь, когда тебе никто вообще ни сном, ни духом, получить какого-нибудь Slack'а как партнера, заявить его как партнера – это, на самом деле, хорошо работает с точки зрения маркетинга. А для Slack'а – это самое деятельное. Назвать вас партнером вообще ничего не стоит. Ну, то есть просто они галочки себе в интерфейсе ставят, и ваш бот становится прямым бот. И можно об этом написать целый пост на Medium и сказать, что вообще-то мы крутые ребята. Важным моментом это является то, что очень сложно такие партнерства и такие знакомства устанавливать дистанционно. Пока мы не доехали до долины и не пришли возле Slack'а, в общем-то, я думаю, что новые и не попали в этот список, и никак они не смогли бы повлиять, и бы нам это стоило гораздо больших усилий. А так мы познакомились, пообщались, и мы буквально через пару месяцев после запуска бота в Store… Нет, просто не через пару месяцев. Мы запустились. Ну да, через пару месяцев после запуска мы попали в этот список. Это было очень приятно. Теперь про маркетинговый эффект. Мы для себя открыли замечательную площадку «Doghunt». Если вы ее не знаете, то узнаете. Если вы ее знаете, то это хорошо. И сделали на этой площадке первый с вами в 2016 году запуск. Он был для него успешный, 500 оповодов, мы очень этим гордились. И мы решили, мы будем запускаться на продак анти каждый месяц. А что? Трафик есть. Клиенты платят. Хороший огонь. Отфоты. И мы в 2016 году в сентябре запустились второй раз. Ну, был такой некий перерыв организационный. Мы выпускали новую версию сервиса. И потом мы пошли в сентябре, в ноябре, в декабре. И в декабре на завании. Нам сказали, ребята, к сожалению, так часто запускаться нельзя. Ой. Что случилось? Вот так вот. Конкуренты. В общем, про продак анти. Хорошая площадка, но использовать ее разумно. И на самом деле самое важное, что нужно, это постараться найти альтернативу. Ну, да. Отлично. Следующим моментом является, в принципе, поиск других каналов. Мы попробовали много. И на самом деле их надо тестировать. Не абсолютно. В этом списке там были бета-лист, вора и альтернативето. Бета-лист в нашем случае вообще не сработал. Ну, то есть просто практически никак. Вора и альтернативето дают очень длинный и длинный хвост. Поэтому, в принципе, если вы хотите получать какой-то трафик, сайты такого рода надо мониторить, и периодически оттуда вам будут приходить лиды. Но они взрывным образом, только если вы где-то ответили на вопрос, как следить за отзывами в App Store, они, к сожалению, не работают. Дисплей на рекламных не сработал вообще никак. То есть просто ноль. Не покупают SaaS через баннеры. По крайней мере, мониторинг-приложение не покупают. Уж каких-то только креативов не использовали, никакие агентства не привлекали, как не оптимизировали, ну-ка лайк и так далее. Все это, в общем, оказалось кем. И еще одна наша ошибка макритинга была в том, что мы поставили интерком на сайт и решили, что мы будем писать по каждому поводу письма, то есть сообщения в чате, писать людям в Slack, которые подключили в наш сервис. Это будет огонь, у нас будет хороший клик рейнт и прочтение. И люди начали отписываться от нас. И это, на самом деле, потом было проблемой, потому что они не получали каких-то важных сообщений, просто потому что они нас управляли в спаны, если письма ходили в спаны, или они блокировали сервис. И, в общем, надо очень аккуратно подходить к такого рода коммуникации, не переборщить. Вот мы сейчас примерно каждые три месяца переписываем все скрипты, чтобы оптимизировать эту историю, потому что иначе получается, что сервис усложняется, каждый раз появляются такие новые фичи, и надо, соответственно, дергать клиентов чуть чаще, потому что надо им рассказать об этом новые фичи. И в итоге клиент просто заталкивается и говорит, что мы будем играть совсем охренен. Из позитива. Отличная, ну, как бы, во-первых, все это, конечно, принимают, надо постоянно экспериментировать с сайдингом, чем больше экспериментов создать, тем лучше. В нашем классе отлично сработали отзывы. У нас очень долгое время для всего международного рынка висела фотография Ваня Козлова, который говорил, что обфору это очень трудно. Это было прекрасно. Ваня Козлова замечательный человек, но в мире его никто не знает, как и бренд aviasales.ru тоже не очень хорошо известен в мире. А вот бренд Autodesk, он чуть получше. И как только они стали нашими клиентами, мы у них взяли отзыв и поместили его на наш сайт. Черный и светлый дизайн. Обратите внимание на то, как другие компании, какого цвета у них ладим. Мы очень долго гордились нашим черным цветом. Оказалось, что черный – это не модное, модно-белый. И вот мы сейчас попытаемся перекрасить. И третья вещь, которая отлично сработала в нашей ситуации – это архетированные даннинги. Мы под каждый продукт выпускали отдельный даннинг, мы собирали аудиторию, и это была отдельная воронка с отдельным вопросом. Урок от Даги Красинского. Первую сессию у вас на сайте 100% вашей аудитории. Не теряйте этот момент, постарайтесь ее оптимизировать. Мы больше всего оптимизируем на первую сессию, чтобы добиться от человека каких-то действий, которые потом будут приводить его в сервис еще раз. Я сейчас чуть-чуть тороплюсь, потому что мне сказали, что у меня одна минута осталась. Регулярные вопросы. Экспериментируйте с форматом. У нас обычно заходит product update, который начался записывать видео на YouTube, и это прям прекрасно. И Freemium работает как-то странно. В нашем случае Freemium сработал просто великолепно. Когда мы развивали сервис и рассказывали, что у нас будет всего года 500 клиентов, наши текущие инвесторы смеялись нам в лицо. А когда мы сказали, что у нас будет 5000 клиентов, они сказали, ну вот сейчас как науэр токен. И мы, в общем-то, благодаря тому, что ввели Freemium, мы сумели создать сервис совершенно другой, чем если бы мы создавали сервис для платных клиентов, каким мы были в самом начале. Ладно бы только триал и платежи. Free как такового у нас не было. Немножко про Финляндию. Ну да, про Финляндию. Комфортная юрисдикция в том плане, что там действительно нет никаких санкций и лимитов. И, как я уже сказал, подключили страйл с санкционисткой компании. Это было очень хорошо и очень удачно для нас. И самое главное, мы получили поддержку местного сообщества, потому что в будущем финлянской компании мы попали в тусовку стартапов. А в Финляндии, на самом деле, сейчас активно тусовку поддерживается. Много есть программ, в том числе и государство, которые позволяют получить дополнительную финансирование. Но, в целом, я не могу сказать, что Финляндия – это хорошая юрисдикция для стартапов, потому что, и вы, наверное, знаете, это очень высокая налога безопасна. И реально со всего надо платить налоги. Со всего. Мы подарили человеку деньги, и с этого надо заплатить налоги. Поэтому, если вы стартапами собираетесь приходить на ваш дорогой рынок, мой совет только. Если вы планируете привлекать инвестиции, идите в Delaware. Это самое простое. Есть куча сервисов, которые позволяют специально зарегистрировать компанию Delaware и открыть счет в Silicon Valley. Если вы не собираетесь принимать инвестиции, вам это не очень нужно, то выбирайте ту юрисдикцию, которая вам удобнее всего. Это самое оптимальное. Правильные доменные сервисы, я уже говорил о них. В нашем случае это была комбинация страйб интеркома и Amazon Cloud Service, потому что с хостингами, которыми мы пользовались до Amazon, у нас постоянно возникали разного рода проблемы. Интеркома отличный сервис, но есть аналоги интеркома, которые позволяют хорошо настраивать коммуникации. И сейчас это в мире, в принципе, международный стандарт. Практически на любом уважающемся сайте вы увидите такую кругленькую иконочку внизу, которая в этом периодически задает вам вопросы. Отлично работает собственный контент, и эксперименты собственного контента. Вот снова Анатолий Шерифулин, Дублогни. В нашем случае блог на Medium. Причем это корпоративный блог, и он отлично работает в YouTube. Социальные сети дают нам регулярный трафик. И международный акселератор. Это самый главный лайфхак. Мы три раза подавались в IC. Мы три раза не взяли. Но три раза, заполняя аркету в IC, нас создавали, вообще, какая-то херня мы занимаемся, и меняли взгляд на то, вообще, как нам двигаться дальше. Не хочет хорошая аркета, поэтому даже если вы не собираетесь в IC, я вам рекомендую заполнять ее, хотя бы для собственного понимания того, для получения понимания, собственно, чайно занимаетесь. Для чего и для кого нужен ваш сервис. И это очень, очень хорошо работает. Спасибо. Я проявляю на то, что я на этом вопросе, и я извиняюсь, что это получилось немножко дольше. Нет вопросов? Чем у нас не устало с CloudBand? CloudBand у нас не устраивал тем, что у нас не принимались платежи международных, с иностранных карточек. CloudBand, я не помню, только CloudBand, или WalletBand, когда мы их очень просили подключить на международный процессинг, в какой-то момент представлено написано, «Ребята, победа! Мы подключили вам польские злоты!» И мы могли бы теперь выставлять счета клиентов в Америке в польских злотах вместо рублей. Это прям успех. Смысл в чем? Когда, если вы используете русский процессинг, даже если у вас на сайте написаны доллары, когда он будет делать Чикао, у него списание будет в рублях, и показываться сумма будет в рублях. Америки не знают, что такое рубли. Они вообще не знают, что существует какой-то мир еще в праве Америки. Ну, там за редким изучением. И про другие валюты, они тоже имеют очень отдаленное представление. Поэтому в Америке надо билить за доллары, а в Европе надо билить за евро, а в Японии надо билить за иены. И примерно так у нас это все сейчас работает через страну. А в России могут билить за рубли. Тоже через страну. Потому что они поддерживают процессинг, и не хватит для клиентов. Но к вам приходит клиент крупный, хочет платить вам тысячу долларов. Пытается это сделать через Cloud Payments, и его газочку блокируют. Как вы думаете, он будет еще раз пробовать за этим тысячу долларов? Мне кажется, это нормальная причина не работать с Cloud Payments. Хотя я уверен, что они стараются эту проблему преодолеть. Я ни в коем случае их не ругаю. Потому что два года назад это прям для нас был эпик фейт. Вот так вот, деньги вот так вот. Примерно два месяца. Пока мы сострадим. Мы с Анатолием живем в городе Хельсинки. Не, извиня, а их участие в бизнесе как создает? Как у всех фаундеров? Ну и в смысле? В смысле? А у российского ООО или финской компании? У нас есть финская компания, у нас есть русская компания, которая работает на Владимир Италий. Но это уже подробности. То есть вы поймите, каждая юридическая схема для каждого стартапа будет уникальной. Вообще нет смысла ориентироваться на то, как у нас что-то организовано, потому что в вашем случае можно совершенно другая организация. Более того, если бы мы сейчас знали то, что мы знаем, мы бы и финскую компанию не организовали, мы бы сразу бы организовали американскую компанию. Это была моя рекомендация. В ситуации, что вам надо выбирать какую-то другую юрислипцию, она должна четко соответствовать вашим целям. Если это инвестиции, Америка, опять же, американские инвесторы не знают про другие юрисдикции ничего. Но они зато все еще хорошо знают про юрисдикцию деловара. Это для них самый оптимальный, самый простой способ заключить сделку. Если вы из деловара, с вами договора напишется две недели. А если вы не из деловара, то с вами, наверное, кто-то пишет договора когда. Но есть какой-то маленький процент у меня американских инвесторов, которые знают, что там другие юрисдикции, и, возможно, через три месяца ваша сделка будет оптимальный. А YC пишет, дает ответ, почему они отказались? Нет, они... Вот они такое письмо присылали. Спасибо, что вы поздались, мы вас не выбрали. Мы не можем вам объяснить почему, но вот почитайте наш frequent last questions и все. Вы работаете только на английском языке, с иностранцами, или у вас есть локальные какие-то сообщества на разных... Нет, у нас пока еще до такого не дожили, но надеемся дожить. Мы общаемся со всеми на английском языке. Это проблема, например, с Японией, которая не только на английском языке. У нас есть огромное... Извините, пожалуйста. У нас есть огромное количество японских клиентов. Мы все время им задаем вопросы, и никогда не получаем ответы, и поэтому мы никак не можем начать, если нормально кто-нибудь инвертировать в платящих. И, ну, реально очень часто не заоценивают, что все в мире очень плохо знают английский язык. Да. Нет, мы это знаем, но я про это не говорил, потому что мы как бы еще... Ну, это как бы совсем ампекция для нас, потому что Германия, надо говорить на немецком, Финляндия, надо говорить на афинском. В Испании, надо говорить... Ну, и в Латинской Америке на испанском. Но мы на самом деле более-менее как-то инвестируем в Европу, более-менее как-то инвестируем в Азию, но как бы нет, Азия мы плохо инвестируем. Но смысл такой, что все-таки, так как нацелены на разработчиков, то большинство разработчиков в худо-бедно читают по-английски. И это решает нашу проблему. Но так в целом, конечно, надо... Ну, кстати, да, вот хороший... Спасибо за комментарий. Хороший совет, про который забыл сказать. В тот момент, когда мы поняли, что надо локализироваться, мы сошли на сайт Апэнни и смотрели, на какие заки локализован сайт Апэнни. И это давало хорошую подсказку о том, на какие заки надо локализовать свой собственный сайт. Мы их там, по-моему, 7 или 8 языков, включая японский и тайский. И это дает понимание того, на какие рынки можно такой выделенный личный подход. Спасибо большое за ваш вопрос. Какое сайте у вас основное название дальше? У нас никакого другого канала. У нас никакого другого канала. Поисковая оптимизация, попадание в различные каталоги и сайты и консультации, плюс запускные оплаты камеры. У нас, на самом деле, с маркетингом есть проблемы, которые мы решаем, но сейчас мы растем, в принципе, в основном только органически. Про платные каналы они с ним работали вообще никак. Мы потратили кучу денег, и это все в пустую. Какие прямые продажи? Прямые продажи у нас сейчас только только начинают. У нас просто раньше не было ресурсов, у нас было 6 человек, нам нечем было продавать на прямой. Мы могли дотянуться до каких-то русских клиентов, не знаю, до Яндекса, например. Потому что цикл продажи Яндекса был, по-моему, 9 месяцев. Они нас тестировали, прежде чем подписали с вами договор. Но с иностранными клиентами просто мы физически не могли такого рода эксперимента проводить. Вот сейчас мы потихонечку к этому приходим. А они пробовали просто взять там фокусство и... Пробовали, конечно. Но холодной рассылке очень плохо. Плохо. Какая следующая реализация у вас будет поставить? Сейчас у нас 6-7 реализаций у нас. Я просто не пользуюсь, слышу. Вот это вот реальный стрим-шот. Надеюсь. Реально, как бы... Это и копыта мне кажется. У нас нашелся сотрудник, который смог это сделать. Скоро появится корейский. Вот. Все. Они сказали, что нет. Они спасибо вам большое. Спасибо вам большое.